вот буквально на минуточку покажу вам такой нюанс по работе с флисами этот вот белый флис очень хороший я приютила по случаю за очень скромные деньги только из-за того что этот флис достаточно долго у кого-то хранился причем неправильных условиях но я в нем увидела очень большой очень хороший потенциал потому что это флис длинношерстной породы до грубошерстной породы овец но для эко-меха эти кудряшки когда я их разберу пойдут отлично а продавали его за совершенные копейки только из-за того что он лежал и подвалялся причем интересно что этот флис был сострижен с овечки которую предварительно помыли перед состригом то есть на нем только остаточные явления ланолина но он лежал и просто сам по себе без всяких механических воздействий вот так вот слежался до буквально подвалялся и для придения для каких-то других процессов рукодельных обрабатывать его достаточно занудно и долго для войлока вот такой флис я посмотрела я могу совершенно запросто разобрать и я разобрала в общем уже большую его часть и у меня получились вот такие изумительные локоны самое главное на что важно обращать внимание отсутствие растительного ссора в самом флисе независимо от его кондиции свежий он или подваленный это важно если минутки о войлоке вам нравятся и интересно не забывайте ставить лайки и подписываться на новости нашего сайта мы всегда рады и старым и новым друзьям